Ребята, всем привет! На связи Ярославна Громакина. Сегодня я расскажу вам о некоторых способах как вести прямую трансляцию и при этом отвечать на комментарии. Дело в том, что некоторые о них не знают и когда ведут прямую трансляцию не видят, что пишут в этот момент подписчики и лишь потом только постоянно сворачивают, смотрят, на это уходит время и это смотрится не очень презентабельно. Заходите на свой канал на ютубе. Делаем создать трансляцию, как обычно творческая студия. Прямую трансляции. Все трансляции. Запланируем новую трансляцию. Так. О, 7.30 я поставлю. Не важно. Так. Создаем трансляцию. И вот заходим вот сюда. Это окошко нам больше не понадобится. Вот окошко наш трансляции. Разворачиваем. Так. Продолжаем. Здесь вот у нас есть такая колоночка, где по идее выводятся комментарии, которые будут писать вам на ютубе. Но все дело в том, что на ютубе не так много пользователей, к сожалению, зарегистрировано. Большинство сидят в социальных сетях, например, ВКонтакте. Поэтому здесь им писать будет неудобно. Для того, чтобы написать вот в этой колонке что-то, им нужно быть зарегистрированным в ютубе и иметь свой канал. Но некоторые проводят все равно презентацию только через ютуб и не ставят в свою социальную сеть. Это тоже сейчас я покажу, как делается. Например, вы хотите показать презентацию со своего компьютера. Вот у меня есть обычная презентация. Вообще она у вас обычно вот так на полной экране. Вы ее должны изменить размер, назовите уголок. За уголок тянете, изменяете размер. Вам нужно делать размер такой, чтобы у вас как раз ровно под вашей презентацией, еще не под, а справа от нее помещалось вот это окошечко группового чата. Вы начинаете прямую трансляцию. Допустим, нажимаете начать трансляцию. Потом сюда щелкаете показать экран. И когда у вас начинается демонстрация экрана, вы просто открываете свою презентацию, начинаете ее читать. При этом из-за того, что вы окошко развернули до такого размера, у вас будет видно и презентацию, и вот здесь будут отображаться все комментарии. Вы будете сразу видеть их и отвечать. Это вот первый вариант. Другой вариант, когда вы хотите ее проводить через Вконтакте, например, или любой другой сайт, или другую социальную сеть. Вам нужно будет скопировать ссылку на трансляцию. Так, что это значит? Вы еще раз заходите... Я зря свернула то окошко. Вы еще раз заходите на свой канал на Ютубе. Творческая студия. Прямые трансляции. Вот у вас есть запланированная... Так, все трансляции? Вот ваша запланированная трансляция. Что мы делаем? Щелкаем... Можно щелкнуть на комментарии. Ну, в смысле, на самом названии. Вот она у вас открылась. Она еще не началась. Поэтому будет стоять заставочка с вашей шапки. Щелкать на юбровую кнопку и делайте копировать урок видео. Затем... Вы идете на свою страничку Вконтакте. Вот, да? И... Можете зайти как в видеозапись и добавить новое видео. Вот. Добавить другого сайта, вставить ссылку. И у вас будет запланированная трансляция. Когда на нее будет щелкнуть... Будет только такая картинка. Ровно в то время, когда вы ее планируете начать, она будет у вас онлайн идти Вконтакте. Либо вы можете просто зайти на свою страницу. Вставляете ссылку. Ссылку можете удалить. Вот у вас... Трансляция ваша, да? Например, делайте, отправить. Трансляция появилась. Мы ее нажимаем. Ничего не происходит. Видите, только застав. Хорошо. Давайте мы попробуем ее начать. Заходим на часть встречи. Так. Вот. Пустим, челкайте. Начать трансляцию. На руки. Все. Трансляция у нас началась. Мы в прямом эфире, да? Теперь мы в прямом эфире. Вы заходите в Вконтакте. Вы заходите в Вконтакт. Еще раз. Так. Наверное, можно страницу Вконтакте обновить. Вот. Человек зашел в Вконтакт. У нас в Вконтакте. Ну, вы слышите, да? Что мы в прямом эфире. И когда люди будут нам что-то писать, вы будете это сразу видеть. И отвечать на их вопросы. У меня уже такие трансляции были. Они как раз проходили Вконтакте. Люди Вконтакте печатали. У меня была возможность отвечать им сразу же. Это очень удобно. Ну, вот. По технической части у меня все. Если остались какие-то вопросы, задавайте. Всем пока.